Всем доброго времени суток! В сегодняшнем видео уроке я хочу показать вам, как нужно настроить программу ProShowProducer. Для этого открываем саму программу, нажимаем на правку, параметры программы и в воплом окошке сейчас рассмотрим, что нам необходимо настроить. Первая вкладка у нас внешний вид. В этом окне можно оставить все настройки по умолчанию. Мы здесь ничего менять не будем. Вторая вкладка у нас цвета программы. В этом окне можно выбрать внешний цветовой вид самой программы. Но для начала я бы оставила все без изменений. Следующая вкладка внешний редактор. Здесь мы должны указать путь к графическому редактору, который стоит у нас на компьютере. У меня это Photoshop. У вас это может быть тоже Photoshop, может быть Paint.net или какая-нибудь другая программа. Нажимаем на вот эту кнопочку и на нашем компьютере ищем путь к той графической программе, к которой мы можем редактировать наши файлы. Следующая. Редактор видеофайлов по умолчанию. Здесь мы тоже аналогично вводим редактор, в котором мы можем редактировать наши видео. И следующая вкладка звуковой редактор. У меня это стоит Adobe Audition. У вас это может быть другая любая программа, которая может редактировать звук. Эти настройки дают нам возможность, не выходя из самой программы, произвести редактирование фото, видео и звуков. Идем дальше. Управление. Здесь я бы тоже все оставила по умолчанию. Не будем ничего трогать. Интернет. Здесь веб-браузер из вот этой строчки лучше убрать. Если у кого-то, конечно, лицензионная программа, пришел продюсер, то можно его оставить. Но я бы лучше удалила. Нажимаем клавишу DEL и удалили его. Ну и соответственно, вот эти поля заполнять не надо. Идем дальше. Прочие. В первом окошке нам обязательно нужно отключить галочку автоматические обновления, чтобы наша программа не лезла в интернет и не обновлялась. Это нам будет очень мешать. Во втором окне у нас автоматическое сохранение презентации. Здесь по умолчанию стоит 300 секунд. Это где-то 5 минут. Ну, оставим так, как есть. Создание резервных копий. Стоит по умолчанию 5. Вы можете поставить любое другое число. Список избранного. Тут тоже галочку оставляем. Заполнять автоматически, основываясь на частоте использования файлов. Все остальное оставляем по умолчанию. Единственное, что нам нужно обязательно указать папку, в которой будут сохраняться ваши файлы. По умолчанию, про шоу продюсер сохраняет их в папке «Мои документы». Но я рекомендую вам свою папку создать на диске D, E или на каком-то другом диске, для того, чтобы вы, во-первых, могли найти нужные вам презентации, вы будете знать, где они находятся. А, во-вторых, если вдруг возникнут какие-то неполадки с программой или системой, то ваше шоу никуда не денется и оно останется у вас на компьютере, и вы будете знать, где его искать. Дальше. Воспроизведение. Здесь мы оставляем все по умолчанию. Подсказки тоже я менять ничего не буду. Следующая вкладка «Умолчание». Значит, формат времени я поставила галочку, чтобы у меня показывало в секундах. Это удобнее. Вы потом поймете, почему. Делительность слайда у меня по умолчанию 6 секунд. Все равно это будет редактироваться в процессе работы, но по умолчанию пусть будет 6. Делительность перехода у меня 2 секунды. Эффект перехода по умолчанию нету. Тип движения линейное. И сглаживание 50%. Изображение заполнения вписать в кадр. Теперь звуковые эффекты мы оставим по умолчанию. И миниатюры тоже по умолчанию. Все. Наши настройки произведены. Мы нажимаем в конце кнопочку «Ок». Теперь можно приступать к презентации. Всего вам хорошего. До новых встреч.